бисмилляхи рахмани рахим так у нас восьмая страница вера в ангелов сколько разуман у нас было столпов имана 6 столпов 6 столпов имана какие были джигат масла вот сегодня мы будем проходить вера в ангелов до этого момента мы проходили про веру в аллах все что читали касаемся ушла сейчас вера в ангелов вот что написано страница 8 ангелы творения всевышнего аллаха созданы из света тут важный момент некоторые думают вот так что ангелы ты помощники всевышнего даже некоторые вот мультики фильмы бывать снимают как будто бы они помощником являться это не не ислам это не из ислама исламе все являются рабами всевышнего аллаха ангелы джинны люди разницы нету они созданы света но их отличие есть от людей чем что они света созданы также они не пьют не пьют не кушают и не спят то есть детей тоже не имеют почему потому что них нету пола женского или же мужского и они не ослушаются всевышнего аллаха не на миг то есть примерно у нас есть выбор всевышний аллах дал нам выбор дал нам какие-то страсти желания мы можем ослушиваться можем прям добро делать можем зло делать мы видим что вот примерно дома если пример взять из дома кому-то хусейн говорит мама вот так сделай мы можем сделать можем не сделать у нас выбор есть у ангелов выбора нету то что аллах повелевает они без промедлений это делают самого высокого положения какие ангелы кто знает вообще кто знает какие имена ангелов расскажите вот первый сказали ангел джабраил алейхиссалям и срафил я услышал еще кто еще кого слушаю микаил ангела смерти как зовут азраил да вот ангел джабраил алейхиссалям эти четыре великие ангелы называется джабраил алейхиссалям это был ангел который передавал пророкам не спасла нет аллаха то есть основном который передавал откровение от всевышнего аллаха это был ангел джабраил алейхиссалям также микаил он ведет разными благами который уполномочил смотреть всевышний аллах ему то есть и вышли аллах ангела микаила уполномочил за определенным благами то есть как дождь растения и так далее ангела зарыл мужа сказали это забирает души и срафил это какой ангел был кто знает он который протрубит в рог с перед судным днем возвещая о конце судного часа кто знает таких ангелов мун карина кир их до вопросы которые задают а таких ангелов слышали ракиб и атид что за ангел это на риман на правом плече который ракиб на левом атид у каждого человека есть ангелы которые грехи записывают а есть который благие деяния записывать да они оба которые выполняют велению аллах некоторые влад по незнанию они говорят вот с левой стороны ангел это плохой плохих ангел когда они все появление аллах исполнять он записывать плохие деяния он записывать и никого человек совершат ну дает от строчку если человек совершил плохое деяние чтобы он заменил хорошим или же покаялся перед все ещё мало лагом чтобы если кого-то обидел подошел по прощение прощение попросил этого человека далее как что у нас идет вера священное писание то есть вера в книге аллаха вера в аллаха вера в ангелов 3 вера в книге это 9 страница у кого и смотрите книги аллаха это речь всевышнего аллаха неспосланная пророком вера уже в книги как заключать книги это месяц до какие книги уран вот сейчас дальше мы будем читать вера священной книги заключается в том что всевышний аллах через своих посланников неспослал человечеству свитки и книги которые являются его предвечной речью то есть это речь всевышнего аллаха чтобы посланники довели их без искажения они их доводили без искажения и чему учат эти книги чему учат книги зачем аллах это не спасал кто знает а мир ты знаешь вот у каждой вещи есть инструкция смотрите вот допустим возьмем возьмем телефон возьмем там стакан там термос там разница нету любой вещь у него есть инструкция как им пользоваться если примерно кто-то выкинет стакан он может поломаться с ним футбол невозможно играть телефон там есть у него инструкция как сим пользоваться чтобы он дольше сохранился вот так у каждого человека есть инструкции которые его создатели за это всевышний аллах вот это инструкции это образно говоря да книги всевышнего аллаха они что учат нас в первую очередь истинной религии для чего мы на этом свете кто такой господь чтобы мы ему поклонялись знание о всевышнем аллахе о его величии о его качествах и именах также правильному образу жизни на земле чтобы на этой земле мы жили достойно и также посредством этого мы заслужили вечный рай вот это является законы господа законы всевышнего аллах эти книги они сообщают нам что хорошо что плохо для людей и что вменяется в обязанность у верующим и что ему запрещено сколько книг было кто знает четыре книги это забор товар джин до забор кому был ниспослан пророку до дауду а инжиль инжиль евангелие айсал 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 а таврат тора пророк муса муса айсал а то есть им был не спут также помимо этих книг были свитки то есть это пророку ибрагиму адаму шису и так далее им то им были как свитки то есть они были немного меньше по объему и последнее что было неспослано это был куран этому а визад великое чудо всевышнего аллаха другие книги они были искажены людьми то есть там много противоречий бывает в куране всевышний аллах на себя взял он сам в куране об этом говорит что на себя это писание берет всевышний аллах говорит инна нахну наззальна дзикра ва инна ла ху ла ха филун воистину мы не способе напоминания то есть руководство куран и поиски мы действительно оберегаем его тот то есть от изменений добавлений или убавлений это всевышний аллах говорит суре аль-хиджр 9 аете и даже если бы другие писания они не были бы изменены искажены то все таки куран это последняя книга которая отменяет все которое было до него и также пришло как пророк салиллаху алиса говорил я не пришел ни с чем ни с чем новым которые пророки не говорили до меня он пришел подтверждает то что были пророки которые до него говорили так теперь про у нас про посланников это у нас какая страница 10 пророки вера в пророков это какой четвертый стол вера в пророк пророк это кто такой это человек который сам аллах избрал то есть это не сам человек за сам человек таким стал нет аллах его избрал аллах избрал чтобы он передавал откровения законы обещания награды предостережения от наказаний людям до которых всевышний аллах повелел чтобы они доносили эти пророки сколько было пророков приблизительно кто знает 124 тысячи более 124 тысяч это хадис из который мама ахмад передал от абузар такой сподвижник был абузар он спросил я рассоли аллаху посланник аллах сколько было посланников и он сказал более 313 и от него же передается тоже мама ахмад когда он спросил а сколько было пророков он сказал более 124 тысяч но мусульманин он верит во всех пророков то есть кто бы пророки не были мы во всех пророков верим которые пришли от всевышнего аллаха в куране сколько пророков упомянуто кто знает 25 25 пророков в куране упомянуто поименно это адам алейсалям идрис но ход соли ибрахим лют исмаил исхак и акуб юсуф а юб шуайб муса харун зулькифль дауд сулейман ильяс альяса юнус закория яхья айса и мухаммад да благословит их всех всевышний аллах наилучшим благословением и приветствием вера в них является когда мы говорим мы верим в пророков также мы должны знать что вера в пророков заключается чтобы мы знали что обязательно какие качества пророкам какие недопустимые и какие возможные обязательные качества в отношении пророков это 4 все пророки вот эти четыре качества них обязательны вот у нас у людей может эти качества быть может нет у них это обязательно Аллахом делал, чтобы за ним могли люди следовать. Первый это ас-сиддк, правдивость. То есть то, что они говорили, всегда действительно соответствовало. Если бы пророки лгали бы, за ними люди не последовали бы. Поэтому Аллах избрал и сделал их, чтобы они говорили только истину. Второе это ас-сиддк. Ас-сиддк безгрешность. Пророки не совершали больших грехов, даже маленьких грехов. И если бы они совершали грехи, то люди тоже последовали бы за ним. Третье это таблих. Таблих это что такое? Доведение того, что Всевышний Аллах повелел, чтобы они довели. То есть если Всевышний Аллах повелел доводить им, они это доводили. Четвертое это альфатана. Фатана означает выдающийся интеллект. То есть пророки, когда к ним с вопросами приходили, они каждую вещь могли дискутировать, могли отвечать и так далее. У них был интеллект выдающийся. Противоположность этому это то, что пророкам невозможны качества. То есть чтобы они лгали или совершали грехи, или скрывали откровения, или глупые были и так далее. То есть пророки такими не были. И одно качество допустимое в отношении пророков. Это какое? Обладание обычными человеческими качествами. То есть допустим, которые не принижают их высокую степень. У них были дети, они женились, они по рынкам ходили, они покупали, кушали, спали и так далее. То есть они были как люди и качествами людей, которые обладали. Вот это то, что мы должны знать в отношении пророков. Алейхимус Салату Ассалам.